здравствуйте уважаемые севастопольцы безусловно главная спортивная игра на планете футбол сегодня речь снова пойдет о его величестве футболе финишировал один из марафонов футбольных это чемпионат севастополя который традиционно начинается апрель-май а завершается поздней осенью ноябре декабре подводим итоги чемпионата севастополе футбол любят играют команды и классический футбол назовем так были большой футбол футзал также мини футбол пляжный футбол наши соседи вообще рекорд установили чемпионат ялты проходит среди двадцати двух команд так что если мы собираем только на футзал или на раньше собирали и в первой группе во второй было по 12 команд немного уменьшилось количество играющих именно в большой футбол почему в чем причина мы сегодня узнаем зададим вопрос нашему собеседнику главный судья чемпионата севастополя по футболу 2018 года заместитель председателя федерации футбола севастополя а мы знаем что федерацию возглавляет александр красильников сегодня у нас гостях александр соколенко здравствуйте александр васильевич два слова наконец-то отмучились особенно последняя часть чемпионата городского было заключалось в том что тяжело с полями то поле далее дождь пошел после дождя не каждый хозяин или владелец футбольного поля пускает на стадион тем более а чемпионат города все хотят чтобы у нас играла играли команды спартак москва зенит санкт-петербург итак подводим итоги чемпионата но вы знаете действительно этот год был очень тяжелым в плане проведения чемпионата собственно и предыдущие годы были нелегкими но этот год был особенно тяжелым первую очередь это связано с наличием спортивной базы футбольных полей в городе не секрет что пока эти проблемы у нас остаются хотя положительные тенденции уже нам мы наблюдаем это сдача футбольного поля с искусственным покрытием на радио горки на улице симонок и началась реконструкция стадиона горняк где также будет поле с искусственным покрытием ориентировочная сдача конец следующего года ну а сейчас мы проводим проводили большинство матчей чемпионата города на северной стороне в любимовке там частный предприниматель а также тренер команды играющий тренер этой команды детонатор федоров максим любезно предоставлял нам эти поля поля хорошего качества и люди футболисты участники чемпионата города с удовольствием приезжали туда хотя добираться было не просто особенно в летний период северная сторона да северная сторона плюс пробки большие были когда ехали туда поэтому были опоздания на игры но тем не менее качество полей было такое что все это покрывалось все эти недостатки и футболисты чемпионата города действительно там с удовольствием играть итак у нас старт взяли 10 команд завершили чемпионат 9 и как разместились команды в итоговой турнировой таблице ну в общем если брать прошлогодние прошлые года то изменения незначительные распределение призовых мест как и в прошлом году в этом году первое место выиграла команда черноморец черноморского флота российской федерации кроме этого они выиграли также и кубок города и получилось что второй год подряд они делают дубль то есть выигрывают чемпионат и кубок города севастополя по футболу на втором месте непримиримый соперник и всегда очень шумливый да очень напряженные матчи между этими командами отношения очень непростые так скажем это команда кому надо сказать что команды кому владелец кому владимир богдасарян резидент клуба сам очень любит футбол тренер владимир казанцев а у футбольного клуба черноморец в настоящее время старший тренер известный тренер севастополе это олег станислав лещинский придя в команду в середине сезона он надо сказать подтянул ее там как раз был у них определенный спад подтянул ее и команда успешно выступила как в чемпионате города так и чемпионате вооруженных сил который проходил в нашем городе в начале сентября было восемь команд сборная команды округов российской федерации и наши футболисты выступили достойно и выиграли первое место это команда черноморского флота но у нас обновился в этом году бронзовый призер совершенно верно да а вот по бронзовому призеру хочется сказать добрые слова в адрес президента клуба компас михаил натановича полторак который руководит фирмой и очень хотел давно мечтал о том чтобы его команда была в числе призеров и в этом году действительно команда компас старший тренер геннадий дзюбенко добилась этого успеха и завоевала бронзовые медали и кроме того нападающей этой команды лукьянов михаил стал лучшим бомбардиром чемпионата забив 22 22 мяча ну вспомним что в прошлом году команда была в полушаге от бронзовых медалей команда компас и сыграли в ничью в ничью последний решающий матч да это действительно было так и все уже думали что вот она долгожданное третье место но к сожалению спорт футбол порой непредсказуемый вид спорта поэтому даже в ничью им не удалось сыграть они проиграли решающий матч и ничего у них не получилось а вот в этом году действительно команда заняла третье место безусловно поздравления принимают наши команды призеры чемпионата городского а хотелось сказать как остальные команды у нас выглядели все-таки команды доиграли принципе все до конца а ведь это извините меня у нас получилось 18 игр надо сыграть и осенью и весной и в жаркое лето вы правы да но все-таки одна команда в этом году у нас снялась к сожалению с чемпионата города это было связано с тем что конце сентября стадион горняк закрывался на реконструкцию а команда сахара которая базируется в общем то нас сахарной головки многие футболисты с этого поселка вот они просто не смогли финансово обеспечить свое участие и играть в чемпионате города на северной стороне вот который на полях о которых я рассказывал уже и поэтому им пришлось сняться с чемпионата города но они провели 14 игр то есть большую часть чемпионат они все-таки провели да и только вот последние четыре игры к сожалению так получилось что они не смогли провести у нас конечно стадион горняк нас очень выручал значит хоть он был в таком аварийном состоянии кто там был знает что трибуна там травмоопасная была но тем не менее сейчас стадион начал началась там реконструкция фирма которая насколько я знаю фирма которая ведет эту реконструкцию имеет опыт большой по ремонту таких спортивных сооружений восстановлению и надеемся что на следующий год концу года ну уже теперь чемпионат 2020 года наверное мы все-таки сможем проводить матчи там хотелось узнать когда будет награждение вручения медалей когда федерация футбола севастополя назовет победителей в номинациях футбольных это всегда традиционно пройдет да действительно значит подведение итогов у нас состоится 14 декабря гостиницы севастополь вот и там мы будем награждать призеров а также лучших футболистов в тех номинациях которых мы это традиционно делаем то есть у нас 9 номинаций вот но еще один момент который я бы хотел осветить в этом году значит в составе команды детонатор у нас участвовала в чемпионате города девушка женщина дочь максима владимировича федорова тренера команды детонатор и которая в этом году федорова марина наверное многие уже не знаю знают любители футбола об этом она признана лучшей спортсменкой по пляжному футболу мира и недавно в дубае объединенных арабских эмиратах она получала специальный приз было ее чествование там вот и конечно это очень большой успех и самой марины и ее отца федорова максима значит чтобы хотелось добавить что год назад когда федорова марина пыталась так скажем ее отец заявить ее на чемпионат крыма команда детонатора участвует также в чемпионате крыма еще вот и пытался ее заявить на чемпионат крыма ему было отказано от крымской федерации футбола а в этом году когда он с аналогичной просьбой обратился к нам то опять же благодаря александр львовичу красильникову был очень оперативно собран исполком федерации футбола и было внесено изменение в регламент чемпионата города значит для спортсменки такой высокой квалификации было сделано исключение она была заявлена за команду детонатор и приняла приняла участие в шести матчах чемпионата и кубка севастополя по футболу даже забила гол да и забила один мяч это действительно так кстати вот когда мы ее заявили это было конец мая а в конце июня она в составе сборной россии по пляжному футболу выиграла кубок европы по пляжному футболу турнир проходил в португалии финальном матче наша сборная россии встретилась команды испании выиграла 2 ноли один один из мячей также забила марина федорова марина конечно гордость севастопольского футбола у нас чемпионат крыма проходит нем принимает участие три наших команды федерации футбола как они выступают да действительно выступала у нас 4 команды но затем по определенным причинам одна команда бы снялась соревнований но причина опять же была какая это то что отсутствие стадиона дело в чем дело в том что цену которую установили за стадион колос на сахарной головке просто она неподъемная для участников как чемпионата города так и чемпионата крыма 10 тысяч рублей за одну игру команды просто такие такую сумму платить не в состоянии это тоже немаловажный момент который я бы хотел осветить вот а остальные три команды команда черноморского флота наиболее наш чемпион города она наиболее успешно выступает чемпионате крыма и после первого круга занимает третье место всего участвует 15 команд отставая от лидера на 5 очков и от команды которая занимает второе место 3 очка отстаёт команда шор 3 занимает в настоящее время десятое место и команды детонатор который я уже сегодня говорил они пока на предпоследнем 14 месте что дают нам игры командам футбольным клубом когда они участвуют и в чемпионате города и в чемпионате области ну надо сказать что конечно чемпионат крыма по рангу и по уровню выше чем чемпионат города тут собственно так и должно быть вот настоящее время там лидирует команда кафа феодосия эта команда которая в прошлом году участвовала в чемпионате крымского до крымского футбольного союза вот поэтому график очень напряженный у команд получается потому что приходится каждую неделю играть по две игры одну чемпионат города одну чемпионат крыма вот а команда черноморского флота по моему в этом году вообще поставила рекорд по количеству участия в чемпионат играх поскольку как я уже говорил был чемпионат вооруженных сил чемпионат сейчас команда находится во владикавказе на чемпионате по мини футболу южного федерального округа представляет черноморский флот вот и плюс вот все матчи которые надо играть чемпионата города кубка города чемпионата крыма кубка крыма во всех этих соревнованиях команда участвует и конечно нужно иметь хорошую длинную скамейку для того чтобы успешно выступать во всех соревнованиях у нас безусловно команда футбольный клуб представляющий спортивный клуб черноморец лидер этого футбольного сезона матчи особенно в суперкубке где встречаются наши лидеры футбольный клуб кому и футбольный клуб черноморец вызывают огромный интерес собираются болельщики и приятно что футбол становится интересным когда есть интрига до окончания чемпионата сегодня подвел итоги чемпионата севастополя 2018 года заместитель председателя федерации футбола севастополя главный судья чемпионата 2018 года александр соколенко и мы напоминаем о том для наших любителей футбола что в среду у нас в гостях будет главный тренер футбольного клуба севастополь станислав гудзикевич который подведет итоги первой половины чемпионата примера лиги крымского футбольного союза на этой неделе мы говорим о футболе а впереди у нас и 14 декабря в актовом зале тургостиницы севастополь нашей гостиницы севастополь будет подведение итогов федерации футбола севастополя а а а а и а а а а Редактор субтитров А.Семкин